Всем привет! Вы снова на канале Любобытный Мишка И сегодня у нас только Матильда в строю Заяц уехала навещать родственников И поэтому я решил выпустить пару архивных видео Три города России Это Торжок, Смоленск и Курган У нас тут уже такая подготовительная весна Скоро выходить Поэтому не знаю, что мы здесь еще наснимаем Так что ловите Неделя ретро-видео, скажем так Это будут 2000 и 2001 год А первое видео будет про Курган Поехали! В зиму! В зимушку! Всем привет! Вы накатали Любобытный Мишка И мы прибыли в новый, холодный очень город Этот город сейчас занимает 5 место по криминалу в России Но мы это проверим, но это не точно Здесь жили декабристы В том числе Кюхельбехер И кто еще? Нарышкин Нарышкин, да Здесь протекает река Табол И мы в городе Кургане Пойдемте посмотрим И прогуляемся по этому барану Курганский аэропорт мы застали еще в том виде, в котором он был последние 100 лет В 2023 году как раз был 100-летний юбилей И к этому моменту его отреставрируют И в целом этот аэропорт один из старейших в Уральском федеральном округе Он даже старше Свердловского То бишь Екатеринбургского Польцова Пассажирские перевозки осуществлялись с 1931 года В 2006 году у него провели капитальную реконструкцию Он мог принимать даже Боинги и аэробусы На момент 2024 года открыты регулярных рейсов в 26 направлений по России И можно улететь еще в Армению, Кыргызстан, Таджикистан Объединенные арабские города и в Турции Да, что-то вывески нет А первой нашей точкой сразу около аэропорта Станет выставка авиационной техники Надеюсь, она работает Сейчас 10 утра Уже наконец-то дождались Сегодня идет снег Так я тебе еще расскажу Да Поэтому у нас даже сказали Как бы Вроде открыто, вроде не открыто Потому что не успеют ничего почистить Но мы решили, что нам все равно Снег или не снег Мы хотим посмотреть Ну, а что ты хотела рассказать? Так тепло Так тепло, да В общем, вот этот данный музей был открыт в 1985 году Энтузиастом, гражданским бывшим пилотом Семеновым Это очень уникальная, в принципе, изюминка данного места Сюда приезжают, ну, со всего Урала Ну, это единственный такой музей на Урале, в общем А, уникальность в чем? Что помимо того, что здесь где-то 14 экспонатов Ну, 14 экспонатов Можно в некоторые залезть и побыть даже пилотом Пофоткаться Да Но, как бы, опять же, потому что сейчас снег Сказали, что залезть не получится только так визуально Потому что там, ну, фишка какая-то, что если сейчас Нужно сначала все чистить, потом открывать А если плохо почистишь, там что-то забивается И, в общем, за зиму может туда снега набиться В общем, какая-то такая история Так что посмотрим визуально В общем, в общем, визуально Тебе интересно было когда-нибудь, что там в сопле истребителя? Уууууу И оттуда фигачит Тихо И интересно Посмотреть Такие ракурсы самолетов Которые в обычной жизни Не наблюдаешь ну и вообще и модели такие уже не знаю я первый раз вижу як-40 такой маленький и такие большие крылья да кажется как будто в длину самолет а вот такая экспозиция отец мы направляемся в сторону установки на маршрутку в центр по идее весь работает также индекс такси но мы когда выходили из самолета местные в основном вызывали такое местные такси местные ягодки ягодки чё за ягодки а это кстати этот китайка японка да иди сюда вот так получилось что мы сели на маршрутку которая едет через весь центр и прямиком до центра елизарова и мы решили он на таком отшибе рапшрут попали на такой транспорт то сразу и доедем заодно мельком посмотрели весь город ой тут что-то продают рыба рыба крути камбала сельдь это не местная рыба малина ежевика брусника калина щебачок сом крути а извиняюсь а это вот это получается уже место рыба или нет смотря какая ну вот ну какая то есть местная озерная да она пара круто мы турист просто поэтому интересуюсь я понял хорошо спасибо просто если посмотреть на карту кубранской области то там видно что очень много озер вот собственно видимо оттуда и рыба и центр и елизарова рассказ ох зимища а перед нами российский научный центр восстановительная травматология ортопедии имени элизарова вот элизаров он жил с 1921 года по 1992 это знаменитый хирург ортопед доктор медицинских наук и изобретатель кстати именно здесь впервые в мире разработаны способы устранения укорочения конечностей ложных суставов последствием полимиелита ну и много чего еще не сделалось но вот в общем то фраза и на этой территории еще есть памятник они служили науке это памятник собаки но эксперименты делали а также здесь работает музей надеюсь мы дойдем пойдем скорее искать вот памятник автомобиля на котором ездил велигар видим большая такая да она гигантская пока что это вообще а сам центр он виде снежинки сделал видимо еще может быть до центральной части вот эти вот штуки это как лопать собственно песик памятник они служили науки но это не конкретный пес это всем сам ведь вот такие штуки им ставили на лапы ну и собственно такие же штуки ставят и людям для растягивания костей вот таксангут там были никому там еще машины и музей еще не бежим собственно его машина чайка большая мечта ну и собственно музей центра элизарова посмотрим опасная зона ну музей сейчас не работает и нам стало понятно почему опасная зона потому что сейчас в общем в этом корпусе разбили госпиталь для к видников могли бы табличка повесить следующая остановка светодуховский сквер спутник учитывая погоду видимо часть города мы посмотрим и так на автобусе реально холодно это получается самый верх окраина отъехали сейчас от центра элизарова здесь частный сектор новостройка какой-то карам новостроечный фу ёлка вот так соответственно ну теперь в хотите или в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нравится... Что-то именно из старины... В общем, под настроение... Здесь... Красиво то, что... Снег белый... Из-за того, что мороз... Он не превращается в эту отвратительную кашу... И все выглядит очень нарядно и симпатично... С погодой повезло... Я думал, будет серо и уныло... О, паровоз... Феликса Едмундовича Держинского... Это он на нем приехал покорять за Уралье? Он установлен в 1980 году... И все... А, все? В точку? Да... Находится сразу около ЖД вокзала... И автовокзала... И что? В общем, да... Никакой инфы... Нет по нему... Это просто достопримечательность... Вот... Паровоз... ФЭТ... Башня классная, да? А, да? Про нее есть? И что там? Это здесь две водонапорные башни... Вот одна, вон вторая... Ага... Вот... Одна из них использовалась для наполнения водой паровозов... А вторая для городского водопровода... А-а... Понятно... Эдгер... И здесь же на площади... Около вокзала стоит памятник... Основателю... Тимофею Невежину... Памятник был открыт вообще недавно... В 2017 году... А вообще, датой основания города... Официально считается 1679 год... Основателем как раз называют Тимофея Невежина... Который первым поставил избу на берегу Тобола... Или Тобола... Не знаю, как правильно... Постепенно к нему стали присоединяться и другие переселенцы... Изначально населенный пункт назывался... Царевым городищем... А затем Курганской Слободой... И только в 1782 году, по указу Екатерины II... Курганская Слобода стала горным курганом... А-а... Понятно... Основатель Кургана 1679... Такой знатный дядька, да? На Александр Невского похож... Да, что-то есть... И заметили две особенности... Близость Казахстана... Соответственно дает нам сладости из Казахстана... А близость Тюмени я встречал пару объявлений... Как раз с отсылом на Тюмень... С адресами... Вот так... Очень удобно... Что, замерзла? Нет, какие отсылы... Ну, на остановке висело... Там типа... Помощь, трудную минуту... Или от поля... Обращайтесь в город Тюмень... Улица такая-то... Пойдем... Что там за сладости из Казахстана... О боже... Ну, магазинчик визуально... Обычный... Купили... Плитку шоколада... Казахстанского... Посмотрим, в чем он там сильно отличается... Мы на самом деле... Вот то, что были в Казахстане... Там сладостей... Как-то... Даже не обратили внимание, если честно... Мы там на курт подсели... И на конину... И на всякое мясо... А со сладостями как-то не сложилось... А что, прикольно... В общем, попробуем... Ну, центр, кстати, классно, да? Ну, широкие тротуары... Чистенько... Машины мало... Домики симпатичные... Как бы... Ну, понятно окраина, что они выглядят... Как окраина... Как везде, наверное... Вот... А так... Очень... Нет... И приятно, что... Ну, я себе представлял... Домой... Релик как с коврой... Вот... Идёшь... 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 Ладно, ещё пойдём... Смотрим... Потому что... Это такой совсем... Беглый пока гулят... Прикольный режим работы... Суббота и воскресенье... Просто чуть-чуть... Из десяти до пятнадцати... Очень удобно... Очень удобно... Давай, конечно, да... Чуть-то более убитые... Увидели... Благотворительный фонд... Ступенька... Выглядит... Как... Не знаю... Ну, видимо, он закрыт... Просто... Ну, визуально... Странная... Новая табличка... И убитая... Как тюрьма... Пристройка... Ага... Бесь... Вот такой уж... Да... Всем известен персонаж... Как Павлик Морозов... А есть ещё... Местнокурганский товарищ... Коли Миготин... И сейчас Заяц... Нам повёдывает о нём историю... Печальную... Трагичную... Но какая есть... Коля Миготин... Это 14-летний мальчик... Который был застрелен в селе Колесниково... Недалеко отсюда... Ну, Курганской области... В 1932 году... И есть две версии его убийства... Вот... Начну с первого... По советской версии... Он погиб из-за борьбы с... Вредительством кулаков... Ну, кулаки в то время старались... Как... Воровать колхозный ментарь... Там... Воровали колхозный скот... И так далее... Здесь-то пионер Коля... И стал писать о них в районную газету... Об одном случае... Крупной кражи хлеба... Он сообщил в сельский совет... После чего... Кулак Фатей... Подговорил с хулиганом... На своих... Сотоварищей... Вот... Убить пионеров... После убийства... Пять человек... Были приговорены... К расстрелу... По статье... Террористические акты... Направленные против... Представителей советской власти... И так далее... Ну, вот такая статья... Типа террорист... Ага... Вот... Но есть другая версия... Постсоветская... Логично... Вот... Его убийство... Его тоже убил Фатей... Также Сычев... Но убийство носило... Скорее... Бытовой характер... То есть как там... Описывалось... Что... Пионер Коля... Пошел с другом... Воровать подсолнухи... Или просто... Воровать подсолнухи... И сторож... Его подстрелил... А затем Фатей... Уже его как бы... Убил... Потому что был пьян... Ну как бы... Он просто пришел... Бытовуха... Ну бытовуха... Да... В бытовом плане... Вот... Дело его убийства... Было пересмотрено... В 90-х годах... И решено... Никаких политических составляющих... Преступлений не было... И при этом... Что... Хищение хлеба... Вот... Из-за которого... Как бы... По первой версии... Да... Мальчик... Настучал... Да... Было совершено... Хищение хлеба... Только уже через неделю... После его убийства... Вот... То есть... Он никак не мог написать этот донос... Вот... И... А уже в 99-м году... Ну считай... Да... Уже прошло... 7... Почти 70 лет... И что-то все ворошилось... Это все ворошилось... Да... И статья была... Переквалифициров... Переквалифициров... Да... Не важно... Да... На умышленное убийство при тягощающих обстоятельствах... Прикольно... Ну... Вообще... По России еще есть и памятники... И улицы... Названные... Его именем... А также есть несколько... Детских пионерских павдерей... Пожалуйста... Хорошее место... Лагеря мне назовут... А на завтрак мы пришли... В такой... Бар... Лондон называется... Ну почему мы сюда зашли... Это не какая-то там местная... Понятное дело... Кафешка... В плане... С местной едой... Просто здесь мы взяли себе завтрак... Раз... Два... И за окон... Потому что прекрасная погода... Хочется посмотреть... Немного еще... На город... Погреться... Смотрите... Как здесь... Симпатично... Вот... У зайца... Теплые напитки... Греется... Сидит... Вот... Рады... Будем завтракать... Казалось... Ничем... Непримечательный двор... Но если у зайца есть блокнот... Значит... Где что-то есть... Та-дам... Это... Дом инженера... Остапца... Является... Кстати... Памятником архитектуры... Был построен в 1907 году... Сам... Остапец... Был... Отставным... Прапорщиком... Армейской пехоты... Работал... На Сибирской железной дороге... Помощником... Начальника... Участка пути... И также... Заведующим... Техническими... Классами... Ну... Жил он тут... Вроде не очень долго... А потом... Перепродал дом... А... Ну... А еще прикольный дом, да? Да... Такой прям... Ух... Уральский... Бревна такие... Резьба... Ну... Резьба... Не сказать, что прям вычурная... Ну... Классные... Ставни такие... Прям... Добротные... Вот... Типичная постройка в стиле модерн... Хм... А... Да... Да... Типичная... Ничего себе типичная... Классная, кстати... Да? Ну это он такой... Единственный... В стиле модерн... Ага... Понятно... О... Кастрюлька... А сейчас здесь... Городской центр... Культура и досуга... Вообще... Здорово... Интересно смотрится... Мне всегда нравится... Когда... Оставляют... Такие... Здания... Дома... Вокруг вроде... Ну... Так... Ну... Ничего особенного... Типа... 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 Вообще... В Кургане... Сохранилось... Очень много... Красивых... Старинных домов... Здесь... Вообще... 127 объектов... Культурного наследия... В том числе... Четыре объекта... Культурного наследия... Федерального значения... А ЮНЕСКО нет? Нет... Парали... ЮНЕСКО сюда не добрались еще... Ладно... Еще... Посмотрим... Что есть... Ну... Вообще... Прикольный город... Не знаю... Вот... Из того... Что... Видео... Мы смотрели... На... 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 Вот... Ну... Ну... Как бы... Здесь есть... Какая-то история... Что... Всякие купцы и все прочее... А вот... Как бы сам город... Ну... Показывают довольно... Ну... Никаким... Ну... Не сыщешь... Ну... На самом деле... Ну... Видимо... Никто не ездит... Может... Ну... Копались... Может... Если знаете... Кто из Нольдеров классно описывал... Город... Может какие-то фишки... Там... Ну... Такие секретные места... Там... Или может местные... Кто знает много о городе... И каких-то интересных местах... Потому что вот так вот... Ну... Видео... Ну... Город... Все приятно... Сейчас мы еще пробежим... На Сталинградской площади находится... Краеведческий музей... Стелла с вечным огнем... Там вот памятник Шумилову... И... Здесь... Захаров Максим Никифорович... Вот... Поставлены только в этом году... Например... Свежачок... На 9 мая 2020 года установили... Вот... Кавалер... Пяти медалей за отвагу... Ну... Ну и собственно... Отсюда... Как раз... Идет... Аллея... Боевой славы... Которая касается... Напрямую... Кургана... Здесь... Аллея славы... Павшим... Курганским... Войнам... Ну и... Что собственно... Ну... Это везде наблюдается... Ну... В любом случае... Это приятно... Что вне зависимости от погоды... Все это чистится... Ничто... Не засыпано снегом... Собственно... Улица Гоголя 44... И... Архитектурная композиция... Нулевой километр... Почтальон... А? Петь будет... Петь? Да... А что петь? Это... 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 Мой... Нулевой... Километр... А... Да... Есть история? Нет... Мне тоже нравится нулевые километры... Да... Мне тоже нравится нулевые километры... Что у него? Что читаем? Ничего не написано... Блин... Долу бы приколиться... Там что-то было написано... На деревне к дедушке... Харизматичный... Мужчина... С усами... И... Прямо туда... Главная площадь... Можно сказать... Площадь Ленина... С неизменным... Памятником... Дедушке Ленина... Что? Понял? Вот... Ну вот... Собственно... Площадь Ленина... Такая... Немного типовая... Но мне такие площади нравятся... Они мне напоминают... И... Что-то наподобие в Тюмени... Тоже... Как бы она такая... Просторная... Здание правительства какое-то... Видимо... Бывшее или нынешнее... Хотя вроде бы думал... Нет... Красные таблички висят... Вот... Башни чем-то... Питер напоминает... Вот это вот... В районе... Гостиного двора... А... Единственное... Что здесь... Напротив... Стоит храм... Александра Невского... Думаю заглянуть... Это церковь Александра Невского... С часами на колокольню... Что в принципе... Рядко я так... Наверное первый раз вижу... Вот... Строилась она с 1896 по 1901 год... В 1929 году церковь закрыли... Долгое время церковь занимал... Кровеческий музей... А также... Прикол в том, что в алтаре... Сделали планетарий... Ну тоже одно время было... Вот... В начале 90-х церковь вернули РПЦ... Ее очень долго восстановили... Ну... Как некоторые пишут... Она была как после бомбежки... Было вообще просто... Все раздолбанно... Окна заложены кропичами... Вот... И... Кстати... Церковь построена на территории... Уже не действующего кладбища... Так же как и часть городского сада... В котором мы сейчас направимся... Вот... Тут кстати был недавно случай... В 2018 году... Мужчина пытался украсть... Ковчег с частицей мощей... Александр Невского... Ну... Он просто пришел... Как прихожанин... Схватил святыню и побежал... Ну... Его словили в городском парке... Побыстрее... Вот... Ну да... Это... Это сколько ума надо... Интересно... Типа... Я ее сейчас украду... А... Ну ладно... На перепродажу... Окей... Ну кому-то продавшую... По-моему, удивлюсь... Ммм... Он мне предложил... Я что, куплю мощи? Нет... Я думаю, есть просто коллекционеры... Не связанные с религией напрямую... Ну то есть как бы... Эмм... Пофигу, что? Просто фишка, да... Такая... Ооо... У меня есть какие-то мощи... Ну блин... Чудаков столько на свете... Знаешь, я ничему не удивляюсь... Такая краска голая... Ну, а вкратце я тебе уже рассказывал вам всем про историю города. Я немножко продолжу. Поскольку одно время город был удаленным, его использовали как место ссылки, в том числе и сюда отправляли часть декабристов. Всего с 1830 по 1857 год в Кургане проживало 13 декабристов. Вот, и мы медленно подходим к памятнику декабристам как раз в городском парке. Вот он. Памятник открылся в 2012 году. Панно сделано мозаикой. На котором размещена мемориальная доска с именами декабристов, как раз живших в Кургане. Ну да, похоже. Ой, смотри, а что, прям могила их? А, да, и два здесь, ну, как званая группа. Иван Семенович Павла Швейковский. Когда он там? Смотри, кто это? Да, в городском парке еще есть одна достопримечательность, довольно-таки новенькая. Эта скульптура называется «Родители» либо по-другому «Молодая семья». Это беременная девушка и, в общем-то, парень. У девушки яблоко, что является символом продолжения. Продолжение? Да, типа продолжение жизни. А, еще тут есть камья влюбленных, но, видимо, вон там. Э-э, цветочку. Да. У тебя странно, мне кажется, как, ну, плод, как плодородие, а может еще как-то Ева с яблоком. Э-э, беременные. Привет. Кто-то им цветочек подарил? Хм, понятно. О, боже, тут так скользко. Зашли погреться в еще одно заведение. Называется «Мясо и тесто». Здесь такие более демократичные цены, чем в Лондон-Баре. Если там такие больше, московские, то здесь, в принципе, вот, ну, салаты от 125 до самой дорогой 290 с розбифом. Различные пельмени, вареники. Что? А, название, да, название прикольное. В общем, на стопе можно посмотреть, что с чем, почем. Приятное место. Так, соусы и кладно. Что здесь такого? Здесь даже роллы есть. Пицца, пасты, бургеры. В общем, такое вот заведение. Приятное. О, уже в потемках нашли еще какое-то прикольное здание. Что, тоже охраняется? Что это? Э, на наркодиспансер. Прикольно, мы тут нашли. Миленько. Ну да, я думаю, чтобы это наркоманы, когда у них отходняк, они почувствовали себя как дома. Блин. В тепле и безопасности. Да, либо захочется стать нарком, знаешь, чтобы такое поселили. Да, я в таком позу. Пойдем, найдем. Заселюсь. Вот в таком небольшом и уютном номере. Нотель называется Виктория. Брали на букинке, что называется. В принципе, здесь жилье, в принципе, все не очень дешевое. В общем, такие вот условия выходят на 1800 в сутки. Я не знаю, с чем связаны. В принципе, такие немалые цены. Ну, как бы, не знаю, для меня нормально. Просто, да, изговорит, что... Блин, дорого. Как дорого. Что дорого? Ну, поеду, что можно за 1000, мы там много, как-то жили. Ну, мне нравится, нам симпатичный, чистенький, красивый. В общем, ну, не суть. Отель Виктория. Прямо в центре. 1800. Ну, это со скидкой... Агенса. Ну, короче, там в местной скидке какой-то. В Кургане, как и в любом уважающем себя туристическом городе, сделана красная линия достопримечательностей. В общем, кто не знает, такая фишка есть. Она есть в Екатеринбурге. Может, это, конечно, фишка Урала, не знаю. Ну, в общем, по асфальту должна быть расчерчена линия с отметками достопримечательностей различных. И идешь просто, не напрягаясь, без гида, без ничего. Там стоят всякие указатели, что это. И краткая история. Иногда бывают даже аудиогиды. Можно взять в туристических центрах. Вот, смотрите, какой симпатичный городок. Да? Ну, это прям центральная часть, именно такая историческая, по которой... А, это советская улица. Да, это советская. И, соответственно, там еще Куйбышевская будет. А еще какая-то. Их тут три таких основных. Вот. Симпатично. Управление охраной объектов культурного наследия. Логично. Ой, смотри, это что, театр. Театр. Ага. Да? Да. Театр. Нет, это гостиница такая, прикольная. Балмаскарад. Таверная. Какой домик. Ворот такие старинные. Желой, получается. Получается. Просто живой дом где-то. Просто живой там, да, куча. То есть... Вот это здание фотографии. Ну, как фотосалоны. То ли самое первое, то ли одно из первых, которые здесь построили. Видите, вот эта вот большая стеклянная крыша. Это как раз для того, чтобы свет проникал в помещение. И было, ну, как... Хорошее освещение для фотографии. Прибыльное дело было. Фотографии в то время стали дорого. Много серебра использовалось на производство. Вот. Куйбышево, 65. А, ну да. Кстати, вот оно и написано, что фотография номер один. 925-й был. Прикольно. По улице Куйбышева. Здесь и усадьба Березиных. В нем находится этот музей истории Кургана. Вот еще какое-то здание. Охраняется государством. Памятник архитектуры. Напротив еще одно. В общем, складывается на самом деле такое впечатление, что Курган был прототипом Санкт-Петербурга, где на небольшом куске, там, 2 на 2 километра про каждое здание есть отдельная история. и которая чем-то не запомнилась в истории города. Вот. Но мы про все-то и не читали, да и не собирались, собственно, как бы так, любопытство ради было интересно. Я думаю, еще и успеем. Так, некоторые изна такие, для нас скорее значимые. Визуально. Сейчас пойдем. Пожарная часть, это, да, получается? Смотри, быстрее, машина не едет. Ох, еле идет, не смотрит еще. Нет. Я наслаждаюсь архитектурой. Это здание пожарного депо с деревянной каланчой. Было построено в 2 половине 19 века. Калачево, с этой 27 метров, служило для наблюдения за пожарной безопасностью. Но при этом здание по-прежнему занимает пожарная часть. Понятно. А, видишь, мужик стоит. Мужик. Звучит. Тебе муляж. Есть довольно большая филармония. Мамин зал. Мамин зал. Что, для мам с детьми? Это Троицкая церковь. Совсем новенькая. Еще ее даже не запустили. Запустили. Не знаю, наверное, так мне не говорят про церковь. И дом-музей декабристов. Сейчас мы к нему подойдем. Интересная мозаика. Вот такая. Разнообразная. Здесь какие-то сюжеты. Греки, паровые машины, спортсмены, паровозы, корабли. В общем, все времена собраны. Это на здании торгового центра. Как-то он называется так. А как? А, галактика. А это дом-музей декабристов. Находится на улице Климова, 80-80, да. Здесь жил декабрист Нарышкин со своей семьей. Встречались, ну, здесь устраивались встречи ссыльных декабристов и представителей местной интеллигенции. Открыт он как музей в 1975 году. Он сохранил, кстати, не только свой внешний вид, вот, но и внутреннюю планировку. А все это благодаря жене Нарышкина, хозяйке дома, которая, когда они съехали, присылала письма, ну, по убранству, по внутреннему убранству дома. Поэтому были воссозданы полностью интерьеры комнат. Вот. А сейчас, ну, как бы не только восстановились сами комнаты, вот, но сейчас там еще экспонаты, которые рассказывают о жизни декабриста и вообще о их движении. Понятно. Наш экскурсовод пытается. В воскресенье выходной опять не попали. В общем, там и во дворе у них еще есть памятник Нарышкина. Вот так. Сейчас пойдем посмотрим набережную еще. Набережную, это я то, что люблю в городах с реками. Табол мы еще так и не видели за эти два дня. Табол замерз. Блин. Мы думали, ну, может, он не успеет, а нет. А, вон там, видишь, зима рвала. Еще зима не началась, а он уже во льду. Ну, он все равно там будет. Там? А, да, там есть просос. Где-то. Понятно. Табол. Большая река, в смысле, она, ну, и тут широкая, а вообще, она очень длинная. Она начинается аж за Тюменью. Что? Издалека долго течет Табол, а не Волга. Знаете, твоя любимая песня. Сыть, почему так получается, мы как куда не приедем на набережную погулять. Постоянно стройка. Не знаю, в Баку он достроил, уже нам тогда повезло, маленькой, слеженькой. Единственное, не одно место. В Смоленске строилось, в Новосибирске строилось. В Смоленске строилось. Чего там строилось? Она как была дракой, как есть. И еще немного информации по городу Курган. Курган стал очень быстро расти после строительства Транссибирской магистрали, а также резкий рост численности населения произошел и позже в результате эвакуации предприятий в ходе Великой Отечественной войны из Европейской части СССР. Ну, помнишь, как я тебе рассказывала, что в Каспийске, в Дагестане, ну, это, конечно, не в Дагестане, но тоже будут переносены заводы в Казахстан. Ну, вот по такому же типу. Вот. В настоящее время численности населения около 320 тысяч человек. Но в последние годы замечен спад ростонаселения. Да. Лучше жить начали, значит. Ну, знаешь, когда чем лучше живешь, тем меньше детей. да. Именно так. Да. Ну, знаешь, как в неразвитых странах много рожают, но плохо живут, а типа как в европейских странах хорошо живут, но меньше рожают. потом еще не все-таки часть набережной уже сделана и надо сказать такая, она достаточно милая, симпатичная, сделанная прямо на берегу реки. Вот эти вот качалки, воркауты они, или как так называется. Ой, ты не теперь что за домики такие? База отдыха? Не, вряд ли. Ладно. Вот. получается здесь шалаш строит выживальщики. Да, заходим. Выживание в зимнем кургане. Вон, видишь, человек строит шалаш из тростника. Вот. Всякие лежаки. Там есть виднеется детская площадка новенькая. прикольно. Так вот. Может, сарай? Сарай такие? Сарай? Здорово. Телефон не пройдет. Не знаю. Должно сказать. Интересно, да, такие домики и милостройки. Также город не лишен реактивной скульптуры. сарай. Сарай сарай. Сарай а вон в той стороне это богоявленский кафедральный собор он совсем молодой его начали строить 2007 году а закончили 2015 совсем молодой сразу за собором здание бывшей ремесленной школы было построено в 1910 году и с тех пор и по сей день здесь но он занимает лишь учебное заведение его занимает а также ремесленники не одну тут но разные менялись видимо какие-то училища были менялись на всегда только на такой учебный понятно а здесь памятник карасин кто так сзади непонятно что это красит просто мужик в пальто мог бы выйти маяковский а вот на этом кстати задание написано что это детская музыкальная школа номер один и что так есть памятник архитектуры а департамент социальной политики детская музыкальная школа номер один понятно хорошо данный мемориал построили к столетию со дня рождения советского политического деятеля красим он был активным членом партии большевиков с частником организации боевых дружин членом правительства ссср а также занимал дипломатическую должность в 1927 году в орган даже хотели переименовать в красном а да и такой читал я думаю к чему это красенск а вот он еще дядька если честно я очень без понятия кто это но в плане ну я его не встречал произведение скажем история понятно продолжая историю где поесть в бургане сейчас такой кафе бар мокко солянку за 150 рублей стоить ну по ценам горячие в общем на стопе можно посмотреть вот кафе бар мокко а напротив него находится ирландский паб харац папка в принципе тоже классное место мы вчера туда заходили так посидеть погреться достаточно такой атмосферный для любителей именно атмосферы ирландских пабов таких дерева разливное пиво непринужденная атмосфера но он как раз и серии не пафосных таких когда заходишь но вот атака именно атмосферный приятный бар с хорошим барменом вот ценник такой выше среднего наверное по городу но как для всех ирландских пабов наверное это характерно вот ты куда ну на святофор для ясно к одной штуке по я а это дом музей декабриста кихельбекера вильгельм кихельбекер был поэтому близким другом пушкина его называют последним курганским декабристом он жил здесь всего полгода со своей семьей музей открытого в 2005 году мы видим как сказал мужчина вот он только переехал и открылся и дом был полностью восстановлен и имеет такой же вид и планировку как в 1845 году когда он проживал вообще-то здесь понятно ну да вот так если самостоятельно придешь конечно каких подробностей не узнаешь что вот откуда ты его там перевезли реставрировали просто идешь ну домика домик как тут и был да мы тоже хотели посмотреть что осталось его но делим а странно музеи в воскресенье все не работают наверное подканал под эту подкабит там просто официальное расписание что по него воскресенье понедельник выходной у вас есть возможность попасть а нам и судей уезжать я понимаю что это я так считаю да я же часто приезжаю в гости вот на предприятие я вложил туда потомки или зарубу или заруб не были в музее были там сейчас к видный госпиталь а да я знаю что вы делали ну и правильно потому что не хватает кой так они написали мы пришли заходим мы хотим музей попасть а вот это вот как сюда попали а вернук как просто пришли берет на туристы вы это вообще у нас к видный госпиталь сейчас здесь открыт я написать об этом не могли не поста никогда ничего нет заходи спокойно гуляй заходи там и бери аналины делать говорят можно вас по красной зоне провести показать но нет спасибо большом идут пробирками сыграя под переслати так что вот такое дело а вы отсюда ну здесь живу ну просто про курган сейчас снимаем ну молодцы вот а как вообще в кургане в смысле все живется как шикарно воздух чистый смотрите вот эти вот начали только вставить вот везде продуваем это был рядом он по ширине небольшой все там четыре квартала вот таких небольших это же не город как другие челябовы возьми там екатеринбург это все другое а здесь а потом немножко сквера вырубили тут поставили вот строители дома там и прочее а то и взвели в зеленику но очень симпатичного погулялись красивый город цепа в центре к были на пусть давали готовы к новому году украшают очень а чё говорят что этот вышли по криминалитету на 5 место или брешет мышцы говорят почти еще чуть-чуть и фильм догоните фильм и екатеринбург не догнать не догнать до сейчас вот заводы начали работать он например кулган прибором 80 лет будем отмечать через 12 месяцев году в январе ну банкротства прошла сейчас он лучше лучшее предприятие города я смотрю предприятий вообще очень много много предприятий слабо еще развелись после развелись после банкротства 90-х годов а у нас то благодаря тут у нас руководитель пришел такой энергичный хватистый пошел взял его в банкротстве это предприятие сейчас вывел чуть лучше предприятий чуть в россии в россии по отраслям по отрасли боеприпас не буду задерживать это холодно еще до числе спасибо удачного ну и сами носку приехали ну да да не просто смотреть в этом не были нет как-то больше там снимали иван грозного на выходные приехали вы что про и обратно поедете думаю не успели еще курган посмотреть столько всего ну да так а этот музей как он называется исторический а вот сейчас туда что-то пойдем там стены как раз выйдете и здесь есть такая классная штука как детская железная дорога найдет как раз одна станция вот около пляжа этого и едет это сделать кольцо и в цепи кого это третье наверное дорога которая в своей жизни 1 санкт-петербурге красноярске и тут красноярске еще четыре не помню еще сейчас зима разумеется не работать но еще немного обещанного про сам город курган в кургане развита промышленность здесь выпускает автобусы дорожно-строительную и коммунальную технику мостовые металлоконструкции оборудование для нефтегазодобывающие атомные других отраслей промышленности а также буровые машины лекарственные препараты и так далее вот собственно станция начальная точка железной детской дороги такие вот вагончики на зиму их закрывает чтобы видимо вандалы туда не пробрались вот такой небольшой только раз два три четыре вагона комбарка что такое построен маш завод комбарка специальный завод по выпуску детских железнодорожных вагонов прикольно но такой парк ну в принципе прикольно обычный нормально классические аттракционы детские и летние без каких-то там супер горок но так визуально все такое необходимое скорее для малышей зеленая зелененая такая территория вот оказывается эта железка она открыта аж 13 или 89 года никому нужны контакты маленько на там работает не работает вот так что смотрите галерея почета знаменитые курганцы токарь 6 разряда кого еще чувствует директор государственного учреждения библиотеки либо комбинат слесарь аварийно-выстроительных работ очень много предприятий и почетных горожанах города в основном там таких как раз из рабочих специальностей слесарь токарь и прочее классно классно и и и и и и и музычка откуда-то здесь вот то здание там театр кукол гулливер детская балетная школа здесь и сквер имени высоцкого о чем гласит вот такая штука и сделано в виде гитары располованный располовиненный раз-два и гриф со струнами там прикольно что это курганский государственный университет понятно в общем мы заканчиваем наш выпуск время 12 час нас никто не ограбил не убил как видите как тебе город хороший да приятно очень такой душевный мы не так много общались наверное с местными жителями ну как бы нас то с чем мы сталкивались оставила только и доброе впечатление от самого города блин классный не ожидал реально вообще неожиданно так мы когда только собирались поездкам заяц говорит виде ты знаешь такой город курган чё даешь где он ну не знаю наверное где-то где-то да вы настолько лишены географических знаний это ездил вот что можно сказать если вдруг вы решили куда-то ехать и думать его заезжать ли курган да заезжайте однозначно ехать ли до сюда специально да абсолютно можно ехать сюда специально на выходные летом я думаю можно я думаю неопределенное количество дней сюда закладывать потому что здесь есть очень много таких локаций по карте которые цепляются за глаза озера палатки рыбалки можно быть умение догнать до тобольска долго долго поскольку долго мы заканчиваем свой выпуск всем спасибо всем пока пока